И вновь к сообщениям из России. Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Традиции семейного духовно-нравственного воспитания Выборгского района Санкт-Петербурга». В конкурсе приняли участие 48 учреждений образования и культуры района. На конкурс было принято 160 заявок в четырех номинациях. Компьютерная презентация, стендовый доклад, семейный фотоальбом и семейное творчество. Две номинации тематические. Семейное творчество и стендовый доклад были посвящены празднику Сороки, празднику прилета птиц. Фотоальбом и презентация посвящены истории семьи. Работы они очень и очень тронули. Когда Борис Анатольевич разложил перед нами все альбомы, и вот говорит, поставьте всем оценки по десятибальной системе. Раз, два, три, четыре, пять. Ну как можно открывать альбом, ребятеночка, там настолько, да, не каракули, но настолько все сделано аккуратно, с такой какой-то любовью, нежностью. И открываешь альбом, который действительно родословный от бабушки и дедушки еще где-то в 890-е годы. И вот к современности, во-первых, где они нашли эти фотографии, как они сумели сохранить в годы репрессий, как они их с любовью обработали. И вот как у вас родители два альбома? Кому поставить десятку, кому поставить восьмерку, кому пятерочку? Конкурс действительно замечательный. И это, конечно, здорово, что ребенок имеет возможность узнать от своих родителей, может быть, бабушек и дедушек о своей семье, о своих корнях. И вот разные номинации, которые были представлены в этом конкурсе, они говорят о том, что и родители с удовольствием делятся своими воспоминаниями, и дети с удовольствием их впитывают. Администрация Выборгского района в лице главы Валерия Николаевича Гарница всегда готова поддержать подобные инициативы. О том, что назрела необходимость поддержать семейные традиции, которые являются сейчас основополагающей нитью воспитания детей, об этом говорит вся работа. Не только дома творчества, а также и школ, и детских садов. Я думаю, это многому нас научат в дальнейшем. Любая история – это история семьи, которая имеет свои цели, свои задачи. Это видно во всех этих презентациях, альбомах, презентациях компьютерных или тех или иных поделочных работах, что роль семьи личной, в них отображена. Это самое важное. Моя презентация о моей прабабушке, которая защищала Ленинград во время блокады, она была зенитчицей, и я решил рассказать о ней в своей презентации. Я очень горшусь ее подвигами, что в моей семье есть такой человек. В презентации участвовала вся наша семья. Мы предоставляли на все увидения презентацию нашего казачьего рода. Вот и род Тарасенко. Да, мы знаем ее по 11 колен по мужу. Да, к сожалению, мы не заняли никакого места почему-то. Но мне кажется, это очень интересно, когда знаешь настолько глубоко и далеко. И все это доказано. И сын, и дочь придерживаются традиции вместе с нами. Нам это, я считаю, что это, ну, главное, одна из главных семейных, вот таких принципов семейных даже. Конкурс получился большим разноплановым. Из 160 семей участников 60 заняли призовые места. Но даже те семьи, работы которых жюри не отметила, все же получили свою награду. От каждой работы исходит какое-то вот семейное тепло. Чувствуется, что вот семья в этой работе, она пыталась себя проявить по-своему. Будь то поделка, или это семейный альбом, презентация. Но самое главное, это то, что родители с детьми вместе провели время. Что они узнали друг друга как-то по-разному. Что они вместе что-то сделали. И вот это самое ценное. Редактор субтитров А.Семкин